Всем здарова, друзья! С вами Маракаси. Вы смотрите передачу Шикарные позиции, выпуск 110. Начнём мы с места, которое находится на карте Фьорды в квадрате F1. Вам потребуется быстрый танк, а также два союзника, которые вас подтолкнут наверх. Если вы играете взводом, то всё будет гораздо проще и быстрее. В целом, позиция хорошая и она действительно стоит этих стараний. Итак, заезжаете наверх этой горы. У вас, конечно, могут возникнуть тут проблемы, но не расстраивайтесь. Просто ехайте по такому пути, как это делает игрок в видео. И тогда вы сможете легко добраться до вершины этой горы. И тут вы уже сможете стрелять по противникам, ну и также подсвечивать их. Забираетесь вот на эту гору. Отсюда вы можете простреливать левый фланг, квадрат B7, где противники часто атакуют. Также можно простреливать город. При этом вы достаёте тех врагов, которые даже недоступны вашим союзникам, что очень даже хорошо. Если вас вдруг увидят враги, вы можете быстро съехать вниз и спрятаться за эту гору. Огромный плюс данной позиции заключается в том, что тут вы пользуетесь эффектом неожиданности. То есть противники просто не ожидают вас увидеть тут на вершине горы. И вы можете тем самым стрелять по противникам. И если даже вас засветят, они не сразу обратят на вас внимание. Если у вашего танка хороший обзор, то также тут вы можете отлично подсвечивать. С хорошей маскировкой вы можете тут долго находиться и при этом не светиться, если рядом противников нет. И это тоже очевидный плюс. Если враг упадёт туда вниз в воду, то тогда вы сможете опять же отсюда по нему очень даже хорошо стрелять. В общем, замечательная позиция. Следующая позиция находится на карте Жемчужная река в квадрате F6. Вам потребуется лёгкий танк. И с разгона заезжаете вот в это место. И тут проезжаете мимо вот этих двух домиков. Возможно, сразу у вас это не получится. Но тут точно можно проехать. Далее, опять же, берёте небольшой разгон и заезжаете уже на следующую горку. И это в целом не займёт у вас всё много времени. И главное, не нужны союзники для помощи. Ну и в целом, очень даже интересное место. Как вы можете видеть, тут много деревьев, которые обеспечивают вам хорошую маскировку. Ну и плюс ко всему, тут отличный прострел по многим местам на карте. Да и спрятаться тут есть где. Полно всяких домиков, которые станут вам отличным укрытием. Кроме того, отсюда хорошо простреливается вражеская база и союзная. А также вот этот вот переезд, где часто появляются противники. И вы сможете пострелять им в борта и корму. А также вы часто стреляете по дальним целям, которые, естественно, вас не видят. Потому что расстояние огромное. Ну и плюс тут вы за кустами стоите. В целом, очень хорошее место. И враги наверняка с трудом вас смогут отсюда выбить. А возможно, даже вы останетесь тут до конца боя. И будете постоянно вредить противникам. Покусывая их, когда они будут отвлечены. В целом, великолепная, очень необычная позиция. Которая подходит особенно для легкого танка. Тут вы сможете принести очень много пользы своей команде. Следующая позиция находится на карте Монастырь в квадрате Е2. Вам потребуется быстрый танк. Забирайтесь вот на эту горку. Конечно, по вам могут стрелять тут противники. И поэтому лучше, чтобы их тут рядом не было. Такое вполне возможно, если ваши союзники зачистили этот фланг. И отсюда вы сможете простреливать довольно большую территорию. Например, вы можете стрелять по врагам, которые поехали на вашу базу. И даже можно отсюда очень хорошо сбивать захват. Если особенно кто-то из союзников подсвечивает. Можно, например, попросить совзводного, чтобы он светил. А вы отсюда будете сбивать захват. Также с этой позиции хорошо простреливаются враги, которые едут на монастырь. Что тоже очень даже хорошо. Потому что частенько они там находятся. Ну и кроме того, можно простреливать вражескую базу и ее окрестности. В общем-то, замечательная позиция. Тут вас сложно обнаружить. Вы можете тут танковать неплохо башней за счет неровного рельефа. И, в общем-то, сюда забраться очень даже просто. Проблема заключается в том, что часто все-таки на этом фланге противники. И они просто так вам не дадут тут находиться. Но если вдруг по каким-то обстоятельствам тут их нету, то можно очень хорошо даже с этой позиции стрелять по врагам. Следующая позиция находится на карте Тихий берег в квадрате Д7. И вам подойдет быстрый танк с хорошим обзором. В начале боя едите в этот квадрат. Валите тут обязательно дерево. Встаете рядом с ним. И, в общем-то, просто подсвечиваете противников. Конечно, стрелять тут не рекомендуется. Но вы можете попробовать. Хотя, конечно, шанс засветиться есть. На низких уровнях тут вообще можно стрелять спокойно и не светиться. Например, на такой ПТ-САЛ, как Е25. Если вдруг вас засветят, то вы можете очень быстро спрятаться вот за этот домик, который стоит рядом. И противники уже не смогут по вам попасть. В общем-то, очень хорошая позиция. Единственное, что засвет тут небольшой. То есть, противники проедут и светить уже тут особо некого будет. Ну, может быть, если только какой-то шальной светляк или еще кто-нибудь проедет. И последняя на сегодня позиция находится на карте Эрленберг. Позиция в целом довольно простая, возможно, даже известная. Но она довольно эффективная и позволяет хорошо вытанковывать урон на тяжелых танках с прочными бортами. Просто едете в начале боя сюда и если противники пошли в атаку, что довольно часто бывает в стандартном бою, вы сможете очень хорошо в таком случае вытанковывать урон и дамажить противников. Пробить вас будет крайне сложно и вы можете довольно долго тут держаться и враги просто так через вас не проедут. Итак, а на этом у меня все, друзья. Спасибо огромное за просмотр. Я буду рад, если вы подпишетесь на канал и поставите лайк. Также присылайте свои реплеи в эту рубрику. Спасибо ребятам, которые прислали реплеи. В этом выпуске они были очень нужны и благодаря ним этот выпуск вышел гораздо быстрее, чем я думал. И голды я им обязательно отсыплю за это. В общем, спасибо за просмотр. Пока.